Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Завершается первый месяц с того момента, как политические часы Молдовы начали отмерять новое время. Сказать, что этих перемен ждали, значит ничего не сказать. Жаждой перемен в нашей стране дышало все. Добиваемая демократической властью экономика, разрушенные наукой и национальное образование, практически нищие пенсионеры и бюджетники. Нет сферы жизни в нашей стране, не пострадавшей от того апофеоза демократии, который демонстрировали политики, ныне отстраненные от власти. Это говорит прежде всего о том, насколько велики ожидания граждан Молдовы и насколько велика ответственность, которая лежит на новой власти. О том, какие завалы приходится разгребать коалиции, созданные партией социалистов и блоком ОКОМ. Поговорим с нашим гостем. У нас в студии Фадей Нагочевский, советник по юридическим вопросам председателя парламента Республики Молдова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, самое громкое, наверное, событие уходящей недели – это представленный отчет «Кролл-2», который был не озвучен целиком, там многостраничный труд этих частных детективов, но он был представлен представителем комиссии, господином Слуцарем. С этим докладом, с этой работой знакомятся сейчас и мои коллеги-журналисты, и политики, и, мне кажется, очень многие ваши коллеги по юридическому цеху. Сам этот отчет «Кролл-2», в котором фигурирует достаточно много известных имен, люди, которые сегодня, часть из них является депутатами, и от фракции ШОР, и причастных к краже века, некоторые парламентарии потребовали на сегодняшнем, уже пятничном заседании, потребовали от генерального прокурора, чтобы он явился на заседании, и, во всяком случае, уже начал процедуру, или поучаствовал уже в процедуре, так сказать, отключения режима депутатской неприкосновенности у некоторых участников этого списка, или вот этого документа, который мы называем «Кролл-2». Инициатива породила бурные обсуждения, и вот ваш комментарий, насколько реализуема сегодня эта инициатива, когда мы видим, что в прокуратуре, или в генеральной прокуратуре возглавляет человек, который был назначен властью, которая сегодня уже сдала свои полномочия, то есть ее отстранили. И насколько, каковы перспективы вообще вот этого импичмента в отношении вот этих депутатов парламента, и привлечения виновных по окружению. Ну, вообще, по этому документу много вопросов накопилось. Давайте начнем по порядку с этого. Да, давайте начнем с того, что рапорт «Кролл», он важен, более важен с политической точки зрения, менее с юридической точки зрения. Почему? Потому что у нас очень закрытая прокуратура. Я понимаю, что в прокуратуре, в Центре по борьбе с экономическими преступлениями вся эта информация давно есть, была даже без этого рапорта «Кролл». Но благодаря тому, что есть вот этот рапорт «Кролл», который консолидирует какую-то информацию, и нам, людям, жителям республики Молдова, стало что-то ясно, дополнительно, и мы понимаем, кто есть виноват в этих схемах. Почему? Потому что он был опубликован. Потому что сама прокуратура не опубликовывает и никогда не будет опубликовывать какие-то данные, связанные с какими-то уголовными преследованиями. Вот благодаря рапорту «Кролл» мы сейчас и политики могут узнать больше насчет того, что было на самом деле в этой краже века. Но это первое. Второе, по поводу возможностей или невозможностей, чтобы были подтянуты к уголовному расследованию, чтобы была уголовная ответственность против даже депутатов, которые принимали участие, или предполагается, что они принимали участие в краже века. Шансы, я думаю, есть, и я уверен, не то, что думаю, я уверен, что такие шансы есть. Я думаю, я уверен, что это расследование все равно начнется, все равно дело начнет брать более серьезные обороты, и это будет на следующих неделях, как я понимаю, будет меняться еще и еще быстрее вся эта система. Потому что сегодня мы замечаем, что система начинает рушиться. Сегодня Конституционный суд ушел уже в отставку, это первый шаг. Второй шаг, это нужно, чтобы нынешняя власть, которая находится в Генпрокуратуре, чтобы ушла в отставку для того, чтобы поставить уже независимых прокуроров, которые не побоятся взять и начать рассматривать эти дела. Потому что я уверен, что эти дела, они есть там, но они законсервированы из-за каких-то политических нюансов, которые не связаны никак с работой Генпрокуратуры, а из-за того, что почему-то Генпрокуратура стала каким-то филиалом политической партии демократов. Это неправильно, вот из-за этого, в принципе, блокируется вся эта ситуация. Что еще хотел бы еще добавить, вот с политической точки зрения, этот рапорт очень важен, потому что мы узнаем, это хотя было написано и в первом кроле, но есть и в втором кроле, мы знаем сегодня, что есть депутаты, которые не были чисты с политической точки зрения сразу же. Да, хорошо, у них нет никаких окончательных решений, которые бы констатировались с юридической точки зрения, что они виноваты по поводу кражи века, но с социальной точки зрения, с политической точки зрения, есть вопросы по поводу их чистоплотности. Да, присутствие их фамилии в этом докладе. И вот у меня вопрос, как, зачем, почему они в первую очередь стали кандидатами в депутаты, зная, что у них не самая чистая репутация. Ну, что для того, чтобы стать депутатом, я знаю, что, я понимаю, что должны попадать туда только люди с самой чистой, с наичистейшей репутацией, потому что они представляют народ, они представляют республику Молдова. И в зависимости от чистоплотности его депутатов, это есть и престиж республики Молдова. И сегодня у нас есть пару депутатов, у которых нет престижа, и эти депутаты ставят под тенью нашей репутации на международном уровне. Это тоже где-то делегитимизирует парламент. Поэтому и с политической точки зрения важно, чтобы прокуратура побыстрее начала рассматривать эти дела, включая и этих депутатов, для того, чтобы либо мы поняли, что они на самом деле не виноваты, либо чтобы мы поняли, что они виноваты, потому что это для общественного мнения, для международных партнеров, это очень важно, потому что от этого зависит репутация республики Молдова. Да и с юридической точки зрения это тоже важно, потому что все люди просят, кто есть виноват в краже века. Преступления и наказания должны быть рядом. Кто должен вернуть эти деньги в бюджет республики Молдова. Поэтому я жду, и я думаю, что на следующих неделях, не даже месяцах, будут тектонические вот эти движения, которые приведут к еще более сильному распаду вот этой грязной системы, которая была создана на протяжении 10 лет, из-за которой было принято решение в парламенте республики Молдова 8 июня 2019 года, когда республику Молдова признали как захваченным государством. И этот процесс, конечно, мы хотим побыстрее. Я тоже, как гражданин республики Молдова, хочу все и сразу за один день, чтобы все это решилось. Но мы должны понимать, что мы являемся, или мы претендуем, мы хотим создавать правовое государство, поэтому мы должны все-таки исходить из каких-то стандартов правового государства, для того, чтобы мы не впали в какую-то экстрему. Потому что это тоже опасно, мы можем создавать какие-то прецеденты, и мы можем попасть в такой ситуации, когда международные партнеры уже начнут нас критиковать из-за того, что мы реагируем не по стандартам правового государства. Поэтому тут нужно всегда держать баланс, правильно действовать, информировать общественное мнение, информировать партнеров иностранных, просить, делать прессинг политический, гражданский прессинг, политический, не с плохой точки зрения. Мы должны им просто говорить, даже генпрокурору говорить, слушай, есть решение парламента, где написано, что республика Молдова это захваченное государство. Это решение парламента, оно обязательно для всех жителей республики Молдова. Там указано, что генпрокуратура должна быть освобождена самыми главными фигурами вот этой генпрокуратуры. Это означает и генпрокурор. Есть решение Конституционного суда 2013 года по делу Филата, где там написано, что в случае, если твоя чистоплотность поставлена под сомнением, добросовестно, либо со стороны правительства, либо со стороны парламента, вот это публичное лицо должно уйти в отставку для того, чтобы не замазывать авторитет именно институции, в которой ты работаешь. Потому что этот человек, сегодня генпрокурор, является лицо генпрокуратуры. Вот это один из важнейших институтов власти республики Молдова. И исходя из того, что он замазан, у него запятнанная репутация. С политической, с публичной точки зрения, сегодня не имеет авторитета вся прокуратура. Для того, чтобы попытаться, для того, чтобы восстанавливать авторитет прокуратуры, первое, он должен уйти в отставку, найти чистого человека. Этот чистый человек, ну, первое, он должен легитимизировать прокуратуру для народа, и дальше он должен запускать все эти уголовные дела, которые законсервированы. Потому что мы знаем, не раз было, истекали информации, что там есть очень много уголовных дел, но их почему-то не запускают. Я жду, жду, не могу дождаться, здесь я могу даже напомнить и фразу президента республики Молдова, который на этой неделе сказал, что мы ждем еще 5-7 дней, пока генпрокурор решится подать в отставку. Если он не решится, тогда подключится в парламент через исключительные инструменты, которые у него есть в расположении. И будем использовать исключительные инструменты для того, чтобы освобождать вот эти государственные институты, вот этих людей, которые сегодня замазывают авторитет этих институтов, и не понимают, какой вред они приносят республике Молдова. Не надо о себе думать в этом случае. Ты должен понимать, что ты являешься лицом государства, и надо думать как государственное лицо, а именно об имидже государства. Дальше уйдешь, если ты чистый, как ты говоришь, пройдешь через какие-то процессы, докажешь, что ты есть такой чистенький-чистенький, реабилитируешься, потом покажешь, что вот именно политики были неправы. Хотя я тут сомневаюсь, что политики были неправы, поэтому вопросы, исходя из всей этой массы информационной, даже хотя это частично верхушка айсберга информационного, но я понимаю, что там есть очень и очень серьезные вопросы, и эти люди реально должны быть, я думаю, даже где-то расследуемы, и дисциплинарны, и административны, и уголовны, для того, чтобы мы поняли, что они делали на протяжении этих лет, и почему мы пришли к этой ситуации, в которой находится сегодня республика Молдова, когда, как вы говорите, мы чувствуем, что государство умирает. А умирает государство из-за того, что вот эти люди работали не на государство, работали на какие-то политические интересы. Какие-то олигархические структуры, на их интересы, где они высасывали жизнь из этой страны, денежные деньги высасывали, да, еще и издевались над народом республики Молдова, потому что они били не только по экономическим агентам, но они всегда били даже и по социально уязвимым слоям населения. Вот последний скандал с инсулином даже. Хочешь, не хочешь, это доказывает, как они смотрят на народ. Это абсолютная безнравственность той власти. Вот ты покупаешь вот этот аналог инсулина только для того, чтобы заработать деньги. Хотя все говорят, что это плохо для здоровья. Я понимаю, этот человек больной, но над ним не надо издеваться. Государство, он тебе платит налоги не для того, чтобы ты его убивал, а для того, чтобы ты ему помогал. Мы заключили, я как человек заключил, вот теория договора между страной и человеком, то, что я даю тебе какие-то права мои, для того, чтобы ты меня защищал. Я тебе еще и деньги за это оплачу государству. А государство делает все, чтобы люди быстрее умирали. Вот этим занималась, в принципе, политическая власть до сих пор. И это плохо. Я надеюсь, хотя не надеюсь, я даже уверен, что есть вот именно сегодня, чувствую вот эту политическую волю, поломать вот эту структуру, которая рушила наши жизни, которая делает из нашего народа каких-то депрессивных, апатичных людей. Мы ходим постоянно на нервах, и у нас нет вот именно желания жить. Я очень жду, когда вот благодаря нашим политикам у нас появится вот это новое желание, вот этот огонек в нашей душе для того, чтобы мы все принимали участие в развитии нашей страны, чтобы мы жили качественно, красиво, и чтобы мы были счастливы на территории Республики Голова. Спасибо за такой эмоциональный заряд, который уже в начале нашей программы вы излучаете. К теме прокуратуры мы вернемся. Вот если позволить еще, так сказать, вдогонку о самом документе Кролл-2. Ведь бурное обсуждение вызвал не только он среди законодателей, политиков, вызвал и такую бурную реакцию соцсетей, то есть в самом обществе. Там уже даже стихи посвящали, я читал в Фейсбуке, стихи этому Кроллу высказывались даже те, кто и фигурирует сам в этих списках, в этих документах. Но вот насколько все-таки необходимо было обращаться к этому детективному агентству, понятно, что это дает возможность вывести за пределы страны ту или иную информацию о творившемся беспределе. Но ведь много вопросов и саму агентству. На моей памяти, вот впервые в моей жизни я услышал Кролл-2, то есть Кролл об этом агентстве, тогда, когда, если не ошибаюсь, российское правительство, возглавляемое Егором Гайдаром, обратилось в агентство Кролл, чтобы найти золото партии, так сказать, КПСС, куда делись деньги Советского Союза. Тогда мы узнали об этом детективном агентстве, но никто не узнал, куда же делись деньги. И рапорт потерялся. Да, видимо, да. В этой ситуации возникает такое двойственное состояние. Знаете, мы вроде как узнали, не только мы узнали о том, что мы-то знали изначально, что происходило здесь. Я имею в виду, граждане себя ощущали. Падение экономики, падение жизненного уровня. Они понимали, что происходит грабеж страны. Информация, которая, так сказать, просочилась благодаря агентству Кролл, доступна теперь и зарубежным нашим партнерам. Но эффективность от этого какова может быть на самом-то деле? Ну, у нас есть уголовно-процессуальный кодекс. Там предусмотрены, какие являются доказательственные базы для того, чтобы посадить, скажем, либо признать виновным, привлечь к ответственности одного или другого человека. Хорошо, он является одним из дополнительных доказательств, но это не является базой доказательств. База доказательств – это то, что делает прокуратура на национальном уровне. Много информации из рапорта Кролл. Это информация, которая была в публичном пространстве, всем людям было известно. Все остальные информации, вот это передвижение, так называемое передвижение денег, у прокуратуры есть все инструменты, были все инструменты для того, чтобы сами докопались до этой информации. Я не исключаю, что много из этой информации было предоставлено тоже нашими институциями, вот этому Кроллу, который взяли просто и сконсолидировали всю эту информацию. У государства намного больше инструментов находить информации, чем у какого-то детективного агентства. Это всегда было так. Вот я как адвокат могу тоже где-то работать как детективное агентство, но у меня намного меньше инструментов для того, чтобы я мог собирать информацию, чем, скажем, у того же прокурора, потому что он является представителем государства, я являюсь независимой структурой. Носитель частных интересных. Носитель частных интересных. Вот то же самое и Кролл. По-моему, у меня нет вопросов к Кроллу. У меня есть вопрос к республике Молдова или к тем, которые на тот момент заказывали этот Кролл. Зачем? У меня появляются сомнения в их добросовестности. Я считаю, что этот Кролл был заказан для того, чтобы замазать лицо людям, объяснить им, что вот мы не можем идти дальше, потому что мы ждем рапорта Кролл. Это обман людей. В принципе, вся эта информация была, была возможность ее собрать, и не нужен был для этого Кролл, чтобы двигаться дальше. Это делалось специально для того, чтобы затягивать рассмотрение, в надежде, что истекают сроки давности для рассмотрения уголовных дел, потому что по каждому экономическим, там, делопедарь о верестроении, оно идет где-то 7 лет. Значит, срок для того, чтобы потянуть к уголовной ответственности, это срок давности, это 10 лет в таком случае. Вот именно процессуально они делали все для того, чтобы истекли эти сроки давности, чтобы люди не были уголовной ответственности. С гражданской точки зрения, опять же, появляются какие-то вопросы. Если никто не подавал иски в каких-то сроках, резонабельный срок, а, скажем, раньше было 3 года для подачи искового заявления, для возврата денег, это тоже появляются вопросы, потому что, если с истечением срока ты подаешь заявление, чтобы тебе вернули деньги, то тогда суд тебе может отказать, из-за того, что ты упустил сроки давности. И вот все эти игры, они не пахнут добросовестностью, они были сделаны, вот именно институты власти делали все возможное, вот мое мнение, мое ощущение, для того, чтобы защищать именно вот этих бандитов, которые либо прилипились где-то хорошо к политической власти, старой политической власти, либо они прямо находились в этой власти, и они делали, рулили вот с этой системой, для того, чтобы они не отвечали перед законом, и чтобы стало почти что невозможным возврат этих денег из-за каких-то вот именно упущенных сроков давности. Но, опять же, мы находимся в исключительном ситуации на территории Республики Молдова, все очень быстро меняется, и тут есть исключительные формулы, по крайней мере, с уголовной точки зрения все равно сроки, они остаются, остаются, но с гражданской точки зрения у нас есть дополнительные инструменты для того, чтобы мы не упустили эти сроки давности, и для того, чтобы мы все-таки смогли вернуть эти деньги в казну Республики Молдова. То, что, конечно, важно, чтобы человек был уголовно ответственным, но сейчас самый важный элемент для меня найти способ для того, чтобы вернуть эти деньги из наивысшей фигуры, вот, скажем, шорт, по которым есть серьезные вопросы, чтобы у них было именно и наказание пропорциональное, именно уголовная ответственность, она должна прийти для этого человека, для того, чтобы этот прецедент не повторялся, потому что если будет только угражданская ответственность, возврат денег, но не будет и уголовной ответственности, то это пахнет безнаказанностью, и может появиться такая, при смене власти, новая какая-то власть, появятся опять же какие-то бандиты, которые могут повторить вот этот прецедент для того, чтобы опять заработать денег, и сказать, а те не отвечали перед законом, то чего мне не украсть, и мне 1-2 миллиарда долларов. Ну, Республика Молдова разберется, что партнеры европейские их не кинут, удивительно, смотрите, мы такая небольшая страна с такой сжатой экономикой, но уже утверждается, что мы потеряли вот из-за этих всех банковских афер, из-за нечистоплотности политиков, а точнее их соучастие в этих практически бандитском разбое нашего благосостояния, уже потеряно до 3 миллиардов, таким вот образом. На пятничное заседание парламент отклонил две кандидатуры, Демпартии, которых предлагали в качестве, ну, так сказать, членов парламентской комиссии по расследованию обстоятельств вывода средств банковской системы Республики Молдова. Ну, вот я говорю о Канду и Чебатаре, их предлагали для работы в этой комиссии. Говорилось о том, что, ну, уже когда обсуждались кандидатуры, не могли не усмотреть конфликт интересов, потому что это очевидно. И бурные дискуссии закончились тем, что предложили двух других кандидатов, которые будет парламент рассматривать. Ну, вот о чем это говорит? О том, что уходящая или ушедшая власть, отстраненные политики от власти, они будут бороться здесь, ну, не знаю, за выживанием, любыми способами? Или же это просто, опять же, процесс, имеющий характер затягивания времени? Нет, давайте мы вспомним все-таки, что происходило 8 и 9 июня. Это самое важное. Значит, 8 июня была принята первая декларация о том, что у нас захвачено государство. Второе, была принята декларация о том, что у нас есть попытки узурпации власти партии демократов и Владимира Плохотнюком через Конституционный суд. И уже третья декларация, которая была вынесена 9 июня 2019-го, уже говорится об узурпации власти партии демократов. Вот, исходя из того, что они сегодня задекларированы парламентом республики Морилдова как узурпатор, они понимают, что с политической точки зрения они нелегитимны. И они пытаются любыми способами как-то себя легитимизировать. И они используют для этого правовое государство. Они говорят, слушайте, а в регламенте написано, что у нас должны быть наши представители в разных комиссиях. Это системно, да, правильно. С юридической точки зрения, в смысле правового государства это правильно. Но мы находимся в состоянии захваченного государства, так как указал парламент республики Молдова. И виновным, задекларированным виновником захваченного государства это является партия демократов. Сегодня любая, любой элемент партии демократов, это считается, что он является представителем узурпатора власти. Вот сегодня есть одна комиссия, которая рассматривает именно как партия демократов хищала или захвачивала государство и при ее нахождении во власть кралось там миллиарды, сейчас 3 миллиарда долларов. Хотя я на первый знал, что 24 миллиарда лей, но сейчас уже 3 миллиарда долларов. Я не исключаю, что и больше на самом деле оно ушло, исходя уже из всего, что оно происходит. Но партия демократов, находясь во власти напрямую или косвенно, они связаны с кражей миллиардом. Либо тем, что они никак не реагировали, либо, может быть, и принимали активное участие. И вот сегодня партия демократов для того, чтобы убежать от этого ярлыка, они пытаются входить в какие-то комиссии, которые рассматривают против них, именно что они делали, что за беспредел они творили. А это системно, исходя из нынешней ситуации Республики Молдова, это невозможно. Они не могут включить из своей фракции никакого из этих представителей своих, для того, чтобы рассматривать. Потому что если они зайдут в эту комиссию, все, что они могут сделать, это обструкция работы этой комиссии, с одной стороны. И второе, пытаться компрометировать с политической точки зрения эту работу, дискредитировать, доказывать, что они где-то незаконно делают, процессуальные какие-то нарушения, затягивать, как вы говорите. И для того, чтобы в конце концов вышел какой-то рапорт, который был бы нелегитимен. Вот, в принципе, их смысл работы. Это первое, делегитимизировать рапорт. И второе, попытаться как-то легитимизироваться. Потому что они понимают, что над ними сейчас сидят очень трудная рука. Они очень много грязных дел наделали. И если все эта грязь выйдет, то появляются вопросы. Это партия демократов. Оно является конституционной, оно является правильной партией. Оно должно быть толерировано в демократическом государстве. Или нет. Я напомню, что они же... На прошлой субботе они же делали совет, где сказали, что они пытаются переформатировать себя. Сделать так, чтобы они работали все-таки в конституционном пространстве республики Молдова. Все начальство их не ушло. Но на второй день, при выборах Башкана, мы видели, как представители партии демократов пытались обструкционировать работу или голосование на территории Гагаузии. Вот у меня очень и очень много сомнений по поводу вот этой демократической партии. Сможет ли она легитимизироваться? И вот она просто сейчас как это... Пытается со всех сторон где-то захватиться за что-то, для того, чтобы легитимизировать себя, для того, чтобы она выжила с политической точки зрения. Потому что, как и партия Шор. Как бы мы ее ни крутили, сегодня партия Шор, благодаря тому, что у них три или четыре депутатов есть в рапорте Кролл, они никак не смогут быть легитимными ни на национальном уровне, ни на международном уровне. Потому что это все сомнения, это тень, которая забрасывается на всю партию. И вот все они, вот и одна партия, и вторая ищет формулу для того, чтобы войти все-таки именно в политическое, демократическое пространство Республики Молдова. И это все сделано только для этого. Это игра слов, это попытка где-то там прорваться в легитимное пространство, политическое пространство Республики Молдова. Но я не думаю, что у них что-то получится. Чересчур многое он неплохого сделали для Республики Молдова. Как политики. Меня не интересуют юридические тонкости. Я, то, что я чувствую, я чувствую одно, что мы жили в страхе, мы жили в бедности, мы жили в чувстве того, что Республика Молдова рушится. Это очень и очень страшно. Фадей, ну тогда, может быть, следовало бы вооружить сегодняшнее парламентское большинство, например, законом иллюстрации, для того, чтобы, ну, видя, в общем-то, попытки предпринимания демократической партии, может быть, как раз такой закон помог бы в решении задачи, которая стоит сейчас перед тем, Я не думаю, что закон иллюстрации он где-то помогает. Почему? Потому что у нас есть институты власти, которые, почему я боюсь вот именно законов иллюстрации. Закон иллюстрации – это инструмент, который дается политикам, которые они могут попасть в руки радикалов, которые могут использовать просто для того, чтобы убивать своих оппонентов. Это я не знаю, если это правильно. Но у нас есть достаточно демократических институтов, которые нужно просто переформатировать. Чего? Для того, чтобы они начали работать и для того, чтобы показывать, какие нарушения делали один депутат, второй депутат, третий член партии, четвертый член партии и посмотреть, они все-таки могут вернуться в демократическое русло Республики Молдова или не могут вернуться в демократическое русло. Потому что мы сейчас должны следить и за тем, что оно делает дальше, демократическая партия. Потому что если оно и так будет дальше работать, так, как она работала и ранее, в таком случае появятся вопросы насчет того, я вам еще раз говорю, законности этой партии на будущее. Потому что у демократии есть тоже терпение, есть лимиты. Да, это нельзя партии запрещать, это исключительные случаи, но если партии не делают ничего для того, чтобы, вот им показали пальцем, и так показали, и вторым пальцем, и третьим пальцем, если они не понимают, в таком случае подключается вот этот уже юридический инструмент для того, чтобы вернуть демократию на территорию Республики Молдова. Потому что любые партии, они должны работать во благо государства, они должны приходить во власть, во благо народу, а если этого они не делают, только в таком случае мы понимаем, что вот все, зона, точка толерантности прошла, в таком случае подключаются юридические инструменты, которые могут привести даже к запрету одной или другой партии. Это самое плохое, что может произойти. Но я надеюсь, что мы до этого не дойдем, что они все-таки переформатируют себя, они поймут, где они ошиблись, начнут исходить и брать уроки из того, что они сделали, не повторять просто эти ошибки. Не нужно вот этот троллинг, который они делают, пытаться опять же пачкать новое большинство, потому что этим они не на большинство ставят вот эту тень, они на себя забрасывают и дальше, и дальше тень, они еще больше заталкивают себя в угол, когда будет момент, когда они переступят красную линию, через которую они больше не смогут вернуться от этой линии обратно. Поэтому они должны просто пересмотреть свое политическое видение и свои политические позиции, и они должны понимать, что мы не являемся сегодня свободным государством, мы являемся сегодня задекларированным, захваченным государством, поэтому они не должны претендовать либо использовать правовые инструменты для того, чтобы уничтожать демократию, которая сегодня пытается строить новое большинство, отдать возможность новому большинству, чтобы разрулить ситуацию, чтобы мы вошли в нормальное русло, и после этого уже партия, пускай партия демократов требует свои права, системы, так как предвидено регламентом, а иначе мы никуда не придем. Это какой-то феномен молдавской политической жизни, для того, чтобы демократия вернулась в молдавскую политику, нужно было отстранить самих демократов от власти. Вот такой вопрос. Парламентская комиссия по расследованию вывода денег из банковской системы занимается изучением всех материалов, которые сейчас для них доступны. Но сможет ли эта парламентская комиссия вдохнуть какое-то второе дыхание, либо инициировать более деятельное расследование этой кражи века? Может ли оно заменить собой то, что должны были сделать в свое время прокуроры, и не сделали? Я знаю, что, например, сейчас пытаются добиться слушаний в парламентской комиссии таких лиц, фигурантов, как Дарину Драгуцану, экс-президент Национального банка, экс-спикер Андрея Наканду и Юрия Лянко, для того, чтобы они могли ответить на целый ряд вопросов. Вот у этой комиссии достаточные ресурсы для того, чтобы этот этап, когда Генеральная прокуратура, мягко говоря, бездействует, на самом деле, в общем-то, противозаконно не действует, вот сможет ли в этот вакуум эта парламентская комиссия восполнить? Ну, первое, мы должны понимать, что на момент, как было создано новое большинство, это был первый знак, что есть новая политическая воля, дальше были вот все эти решения парламента, которые сказали, что вот есть политическая воля, чтобы мы раскрутили все эти дела, чтобы мы поняли, что происходило на территории Республики Молдова. К сожалению, прокуратура пока не действует, она еще не поняла вот этих сигналов. Поэтому у парламента есть и другие инструменты для того, чтобы доказывать свою политическую волю. Одно из этих инструментов – это комиссия. Комиссия-то создается не для того, чтобы кого-то посадить, либо кого-то вытащить из тюрьмы, а для того, чтобы доказать последовательность своей политической воли. Это является демократией. Это они собирают сейчас вот эту информацию для того, чтобы сказать прокурорам, слушайте, вот мы, как депутаты, каждому человеку понятно, что там что-то нечисто. Почему вы не расследуете? И вот это доказывание дополнительной политической воли. И вот все эти комиссии, они приводят к тому, что на какой-то момент все равно прокуратура заработает, она будет обязана заработать и подключить все эти дела для того, чтобы рассмотреть, найти виновных, наказать, вернуть деньги в бюджет и чтобы Республика Молдова узнала своих героев. Поэтому эти комиссии, мы не должны рассматривать их именно с юридической точки зрения. Это являются политическими комиссиями. Я даже рассматривал чуть-чуть с юридической точки зрения. Я даже подготовил где-то какой-то проект закона для того, чтобы дать им дополнительных инструментов этих комиссий, чтобы они имели дополнительные инструменты для того, чтобы собрали доказательственную базу. Но я сижу и смотрю, а должны ли депутаты в принципе заниматься расследованием. Это не их работа. Для этого есть специальные государственные органы. Они только должны вдыхать политическую волю вот всем этим работникам, которые тоже были созданы, вот эти институты, тоже парламентом Республики Молдова, для того, чтобы на территории Республики Молдова было создано правовое государство. Если мы будем ждать, что парламент будет решать вот эти вопросы, это неправильно. Это должна заниматься судебная инстанция, прокуратура, а парламент подключается, монетаризирует. Если нужно где-то поменять закон, чтобы дать дополнительных инструментов прокуратуры, нужно заключить какой-то международный договор, для того, чтобы у прокуратуры были дополнительные инструменты, чтобы он получил какую-то информацию от третьего лица государства. В таком случае подключается парламент именно со своими законодательными инициативами. А вот это делается только исходя из того, что сегодня прокуратура бездействует, и для того, чтобы промотивировать прокуратуру, чтобы она поняла, что она должна действовать. И прокуратура должна понимать, что эффект этих комиссий еще раз загоняет прокуратуру в угол за свое бездействие. Потому что вот эти реакции публичные, которые высказываются разными представителями прокуратуры, меня все-таки пугают. Я чувствую, что они идут на конфронтацию с парламентом Республики Молдова. Они, в принципе, не понимают систему власти, как она создана. Опять же, они не понимают, что парламент ихний, папа ихний, мама, он их создал, он их может... Я породил, я вас уничтожу. Я вас уничтожу, да, фигурально говоря. Поэтому генпрокурор, я не знаю, он играется с огнем сейчас, потому что он играется с парламентом, он играется с народной волей, которая была 24 февраля высказана народом на выборах в парламент Республики Молдова. Депутат парламента Богдан Сырдя в одном из своих, так сказать, видеообращениях, так назовем это, заявил о том, что действия нынешнего генерального прокурора это не что иное, как защита интересов его политического, ну, будем сказать, хозяина, что ли. То есть защита интересов того же Владимира Плохотнюка, поэтому он будет бездействовать или наоборот противодействовать до последнего. Но насколько это верно и насколько это эффективно даже с точки зрения тех задач, которые, как мы понимаем, стоят перед господином Харонжиным. Узколобость это называется, если так правильно сказать. Да, он защищает интересы. Он защищает интересы разных представителей демократической партии. Он защищает... Но он не может же не понимать, что это преступные интересы. Но он защищает и свои интересы. Он понимает, что на момент, когда он идет из генпрокуратуры, он теряет контроль над генпрокуратурой, по-любому появится новый прокурор, появятся другие прокуроры даже из этой системы, которые начнут рассказывать, будут высказывать, показывать, приносить информацию. Он понимает, что есть очень много вопросов, поэтому он держится. Не знаю, как за этот стержень. Последний шанс в надежде, что через 2-3 месяца, или через месяц, или через неделю, что порушится это новое большинство. Да не дождутся они этого. Это большинство все равно будет действовать, пока у нас не создатся условия для того, чтобы мы чувствовали себя свободно. Это означает, пока мы не сделаем хотя бы чуть-чуть, чтобы тут было правовое государство, чтобы система заработала так, как предвидено в Конституции Республики Молдова, это большинство будет держаться вместе. И они будут работать для того, чтобы вот такие кандидаты, которые защищают кого-то, вот эти эгоисты, которые думают, что если я уйду, значит, меня закроют. Таких людей нужно даже не принимать в этой системе. А если они появляются, нужно просто выгонять, нужно делать такие инструменты для того, чтобы было возможно их выгонять. Потому что он что говорит всегда? Это политические декларации. Нет, это не политические декларации. Это политическая воля. Вот он должен понимать разницу между политической декларацией и политической волей. Потому что эта воля высказана большинством. Это является большинством представителей народа Республики Молдова. Это не требует парламентария, это требует народа. Это он должен понимать. Пока народ его не хочет, он не может там находиться. И все. И вот тоже самое ситуация эскадрян, который находился, вот так держался за этот стул, пока его не выгнали оттуда. Хотя он не мог понять, что он не является представителем народа. И люди его не хотят. Вот то же самое и с этим генпрокурором. Он должен уйти. Потому что иначе он просто дискредитирует и на какой-то момент. Может быть он и хороший, может быть он и профессионал. Может быть он ничего, еще раз я возвращаюсь, ничего он не сделал. Но он идет, легитимизирует со себя. И пускай претендует... И докажет свою невиновность. Доказывая, что он вообще ни при чем во всей этой ситуации. Вот когда он так держится, когда ему все просят, чтобы он ушел, это ставит очень и очень серьезные сомнения по поводу именно его добросовестности. Ну раз вы затронули тему бывшего исполняющего обязанности столичного мэра Руслана Кадряна, он воздержался от комментариев, которые поступали к нему, в том числе и от нашей редакции, по поводу решения муниципального совета о его отставке. И заявив, что Кишнев нуждается в управлении, которое должно проходить вне политики. Ну вот удивительно слышать это из слов человека, который в общем-то делал все возможное, чтобы доказать обратное. Когда эта власть, с которой он сейчас, так сказать, ассоциирована, с которой он был ассоциирован, унаследовала все схемы либералов по распилу земель столицы. Унаследовала все, в общем-то весь этот беспредел, который происходил с наличными деньгами в авто- и троллейбусных парках. И вот насколько нам известно, сейчас там хаотично пытаются скрыть следы, уничтожаются какие-то там документы, там буквально не так давно поступали сигналы, пусть пока еще анонимные, потому что люди боятся за свои семьи, но сообщают о том, что руководство муниципальных предприятий сейчас сделает все возможное, для того, чтобы новое расследование, а оно неизбежно наступит, вот это расследование этих деяний, чтобы как можно отсрочить наказание, что ли, от себя. Вот ваш комментарий, насколько все-таки эффективно было отстранение, насколько, в общем-то, полезно для города и чего ждать нам дальше? Ну, полезным, эффективным, это было правильным решением. Он не являлся представителем народа республики Молдова, он является ставликом, даже не ставленником, он самоназначенец, он сам себя назначил, на момент, когда он сам себя назначил, все поднимали вопрос, как он себя сам назначил, дальше народ не был согласен с тем, чтобы его назначали, потому что всегда были протестные какие-то высказывания против вот этого человека, на момент, когда ты чувствуешь, что тебя не хотят, что ты понимаешь, что попал в эту систему через заднюю дверь, я не понимаю этих людей, что они держатся за эти кресла, почему они доводят до точки кипения, ситуацию, и ждут, когда их выгоняют. Вот он вчера даже, вот все, проект решения, начинается, голосование, дискуссии по этому проекту, нет, он не приходит на совет, для того, чтобы сказать, слушайте, вы меня не хотите, ладно, я думал, что может быть это политические игры, может быть вы играете в политику, поэтому вы высказывали, что вы против меня. Но исходя из того, что уже есть решение, я чувствую, что есть даже политическая воля, чтобы меня убрали, я уже понимаю, что реально я должен уйти. Я ухожу, да оставьте вы меня в покое. Но он этого не сделал, он даже, я не знаю, спрятался куда-то, и вот только в 3 часа, в 12 его выгоняют, принимается решение, тоже его выгоняют, он только в 3 часа выходит и говорит, что вот я ухожу, если я не нужен. А зачем ждать, чтобы тебя выгоняли, ты не уходишь, тебя уже выгнали, тебя прогнали, метлой прогнали. Вот я понимаю, что он сейчас проходит через очень сложные ситуации, но почему люди не реагируют и не слушают тех, которые общаются вокруг них. Вот эта проблема, мне кажется, что вот именно вот эти политические ставленники, вот эти госслужащие, они теряют где-то связь со своим народом. Они общаются где-то со своими друзьями, там, извранными, и они считаются лучшими. И они не слышат, что говорят вот другие слои населения. И пока ты не понимаешь, что являешься примар, который должен был все-таки быть избран народом, и ты не слушаешь, даже если ты вот этот ИО-примар, и ты не идешь разговаривать с народом, чтобы ты понял все-таки, как ИО-примар тебя поддерживает, народ или нет, в таком случае ты не являешься хорошим ИО-примарем. Может быть, ты являешься, вот, пацаном. Но если ты не знаешь, как разговаривать со своим народом, тогда грош тебе цена. Еще один элемент, только я могу сказать, что он даже качества не производил на территории Республики Молдова, на территории Муниципи Кишно. Если бы хотя бы развивался Муниципи Кишно, то, может быть, его бы и приняли как своего. Но его не приняли, потому что как рушилось все, так и рушится, и ничего хорошего нет. Пацаном он оказался никудышным. Фадей, огромное спасибо за этот разговор. Еще очень много осталось за скобками всего этого. Хотелось обсудить или хотел услышать комментарий, например, о состоянии судебной системы сегодня в Республике Молдова. Но я эту тему уже приберегу для следующей нашей с вами встречи. И надеюсь, мы также можем так же эффективно, ну и, наверное, все-таки эмоционально. Нельзя говорить об этих вещах бесстрастно, понимая, что это затрагивает судьбы человеческие. Спасибо вам. Будем вас всегда охотно звать в нашу студию. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был советник по юридическим вопросам представителя парламента Республики Молдова Фадей Нагачевский. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин